Из розеток дует сюда. Совершенный изданный дом. Дует откуда только можно. Все, что где продувается, пена. Ну, учитывая халатные отношения, да, ко всему, как бы. Чуть промахнулись. Упрашивают, чтобы мне вот это все заменили. Все, с тех пор еще полная тишина. Не наступайте на эти грабли. С порога. Застройщик делает из нас дураков. Они не горячие. Здесь конденсат постоянно 2 сантиметра. Оно заклеено всем, чем только можно. Но морозы показали, что тут тоже все плохо. Один из несчастных дольщиков. Обладатель квартиры ОЦДС. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в жилом комплексе «Город Первых», в котором меня пригласили жители, чтобы рассказать о своих проблемах. Входная группа в один из корпусов. Здесь мы видим кабель-каналы, большое количество стекления, красивые рисунки на замороженном стекле. Вместо того, что вот это все было утоплено, это торчит сверху. Поэтому, когда открываешь, можно ушибиться. Здесь, видите, кирпичик. Наверное, дверь прикрывает для того, чтобы что-то было занесено. Вроде так, немножечко отбиты углы. Где-то неровно окрашено. Ну, так, в принципе, неплохо. Не считая того, что дом-то давно сдан, и почему-то здесь до сих пор все не вымыто. Вот это, естественно, странно. Заходим в лифтовой холл. Здесь аналогичная картина. Большое количество грязи. Мы видим плитку. Вот знаете, такое ощущение, я не знаю. То ли это от затирки осталось, то есть они не смогли отмыть. Но вот как-то, знаете, нет такого ощущения, что вот это реально завершенный изданный дом. Ощущение, что здесь то ли отделку делают, ремонт, то ли еще что-то. Ну, потому что, конечно, вот такая грязь в доме, которую уже сдали в прошлом году, ну, по мне, не должна быть. Ну, а так, в принципе, концепция достаточно неплохая, если бы было все красиво и чисто. Заходим в пассажирский лифт. Вот тоже обращаю внимание, как сделаны кнопки. Первый, второй, третий. Блин, кто вот так решил сделать? Они же обычно вот так идут, и это уже всем привычно и удобно. Странное решение, конечно. А как считаете вы? Давайте внимательно послушаем, о чем сетуют жильцы. Всем привет, меня зовут Костя. Я один из несчастных дольщиков жилого комплекса «Город Первых». Вот застройщика ЦДС. Живем мы в квартире, которая непригодна для жизни вообще. Ну, и, наверное, хотелось бы там вкратце рассказать про основные моменты, которые здесь есть, при которых просто невозможно жить. Во-первых, вот мы стоим сейчас с вами на полу, и пол температурой 10 градусов. Вот как по такому полу можно ходить, в принципе. То есть, ну, это вообще нет слов, у меня даже даже речь и теряется. По поводу квартиры самой отделки. Ну, лучше бы они ее и не делали. Потому что... Это вот их работа. Работа электрика. Грандинного отдела. Тратить деньги на снос, перенос и чего-то еще, тоже, наверное, бы не хотелось. Проще, то есть, покупать эти квартиры без отделок, но, к сожалению, ее компания не предоставляет. Наверное, самое интересное, что эта квартира полное решето. Дует откуда только можно. Дует в ванной из-под фановых труб. Тут плаве просто сдувает. Офигеть. А так дырок-то и не видно. Откуда-то просто ветер. Так вроде бы даже все запенено. Ну, да. Так причем, когда они приходили, у вас температура здесь 20 градусов. Я говорю, вот туда температура твоей прислонительная. Дует из розеток. Из розеток, представляете? То есть, дует с вентиляцией сверху и снизу. То есть, из квартиры дует, продубаются все полностью окна. Самое интересное, что застройщик делает из нас дураков. Он говорит, что это все нормально. Так и должно быть. Поэтому мы хотим обратить ваше внимание. Все, кто рассматривает приобретение в данном жилом комплексе. То есть, не покупайте. Не наступайте на эти грабли. Потому, что здесь действительно очень сырой проект. Сейчас снимаем одну минуту 30 секунд. У меня реально колели ноги. Да, наверное, хотелось бы показать. Это уж ладно. Не самое плохое. Все ровно, ровно, ровно. И пошла у нас шагренька. Прямо ничего не держит. Чуть-чуть промахнулись. Чуть-чуть. Ну, они старались сверху выводить. Спасибо обогревателю. Здесь самые теплые комнаты. Застройщик. А, это устраняли. Слушайте, прикольно покрасили. Цвет как раз подходит. Последствия устранения застройщикам. Здесь всего лишь раздолбили и подпенили. А, то есть, вот эта пена и к ней обои. И к ней обои. Обои, собственно говоря, просто отозрали, запенили и все. Ну, от того, что... Здесь ручку тоже подкрасили. Так и должно быть по проекту. А, здесь мы уже говорим о том, что треснула все. Вся шпаклевка. Ну, а самое интересное то, что в розетках нет подстаканников пластиковых, которые должны быть, куда выводятся провода. То есть, там просто отверстие провода и все. Чтобы вы понимали, что здесь стена по загребень. Это 10 сантиметров. Она просто пробуривается внутри. Внутри ее воздушная камера. И с розеток дует сюда. С розеток. Это вот их работа. Работа электрика. Грандинное дело. Это искусственный приток воздуха. Он сейчас на нольном режиме закрыт. Веревочку он потянул, чтобы было все достоинно. Ну, вот так вот он открывается. И сразу чувствуется, чтобы вы понимали. Да, вот он закрыт. И все это все самое. А принтус это кто приклеивал? А, это не наш. А, это наш. Это уже наш косяк. Покажи. Вот, думал, что обои уже отходили. Нет, углу. Как он? Да. Ну, вот у нас, собственно говоря, промерзание квартиры. Ну, они тут отваливаются. Да, да. Экрулятор температуры. Ну, да. Вопрос. Как его сюда поставить? Как его сюда поставить? Нет, ну, здесь нет регулиратора. Здесь просто Майярского стоит. Естественно. Но я должен его регулировать температуру? Нет, это для сброса воздуха. Ага, все, с правой стороны. С правой стороны. С правой. Вот. Вот здесь он должен быть. А как его поставить? А как его поставить? Просто здесь не то, что заподлиться. Он просто в стенку вмрул. Очередную дырку не делать. Ну, да. Чтоб точно было наверняка. Качество. И вот, они приходили уже два раза переделывали. И вот, например, как они устанавливают повторно плинтуса. А, это их плинтуса, да? Да. Да, они вот приходили, снимали их, штробили стены. Вот, вот видно, что здесь. И вот как они заделывали. Ну, прикольный, да. Хороший, красивый стык. А чего мне нравится? Все хорошо. Мы же устранили. Ну, да. Дефект. Блин, тут пол просто реально ледяной. Это фасадная часть стыка балкона и стены, собственно говоря. А то вы с улицы сфотографировали. С улицы, да. Это вот эта часть наша. Да. И давайте покажем, как застройщик устранил. Ну, что, нормально запенили и все. Мне кажется, у застройщика на любой момент все, что где продувается, пена. Только пена и ничего. А что еще? А что еще? Может быть, утепителя добавить к стенам? Нет. Зачем? Ну, и снова здравствуйте. Меня зовут Елена. Обладатель квартиры от СДС. Мы сейчас пройдем самую холодную комнату. Я сразу говорю, что ребенок там сейчас не живет. Это детская. А то просто некоторые будут в шоке, что у нас вдруг ребенок в таких условиях. В комнате на полную открыта батарея. То есть центральное отопление работает. И комната, последний раз там работал обогреватель 1 января. То есть 1 января комната дополнительно не подогревается. Вот. У нас термометр стоит. Слушай, здесь ледовнее. 14,4 градуса. Это самое дальнее место от окна. Если на подоконник поставить, там будет 13,5. Слушай, здесь самый прекрасный у вас это вид из окна. Пока. Пока. Пока не застроили все. Да. Не, ну здесь садик построить. Здесь высокого ничего уже не будет. Так, на пятерке на максимум. Слушайте, ну радиатор. Он теплый. Ну как бы такой, да. Не сказать, что он горячий, но теплый. Он не горячий, да. Это мы уже позаклеивали, потому что дует. Это мы уже от отчаяния позаклеивали. Вот, да, здесь лед везде. Сейчас температура на улице чуть повыше стала, льда стала меньше. Было вообще вот так вот. Полоска обледенела. Вот промерзла даже через... Офигеть. Через то, что я заклеила. На снег. Да. Вот. Вот здесь заклеено, но вот сверху там тоже налит уже была. Вот. Вот это вот все. Вот это все. Вот корка льда. Все скидает лед. Вот это лед. Вот шуба внизу. Вот такая вот прекрасная. А киф специально закрыли, чтобы не было? А киф замотали еще в октябре, потому что даже с закрытого с него все равно дует. И вот он тоже обледенел. Ну вот так вот он открывается и сразу чувствуется, чтобы вы понимали. Да, он подборился. Да, вот он закрыт. Все то, что самое. А, но ваших соседей аналогично. Да, да. Во второй комнате, где мы греем обогревателем, там тоже киф в таком же состоянии, тоже обледенелый. Но там такая шуба, у нас изначально там было окно как-то получше заклеено. Это вроде было не такое плохое, но морозы показали, что тут тоже все плохо. Все петли вот здесь по низу, все вот в такой вот шубе ледяной было. Я вот уже просто наспех заклеила, как смогла вот так вот. Вот что было, скажем. Да, теперь здесь живут цветы. Да, я цветы уже все убрала, потому что они тут иначе бы померзли на подоконнике. Но завтра ребенок возвращается, буду все обогреватель включу, буду прогревать как-то пытаться это все и цветы уберу. Распределить их надо куда-то. Второе окно у нас заклеено всем, чем только можно. Мы сначала заклеили псул-лентой, которая расширяется. Она вся вот здесь вот мокрая. Просто вот как губка для мытья посуды. Да, пойдемте, конечно. Здесь вообще не переставая работает конвектор, он работает просто постоянно. Мы его… Вот видите, включим. Ну это на поддержание, да. Когда мы уходим, например, часа на 3-4, вот надо съездить куда-то, мы его выключаем, приходим, включаем на полную, потому что иначе она уже вся холодная. Вот окно. Оно заклеено всем, чем только можно. То есть сначала была псул-лента, потом я еще по бокам ваты, это все скотчем вот так вот заделано. И вот вчера я специально, смотрите, положила ватку сюда. А теперь мы ее берем, а она вот такая вот. И вся псул-лента вот там, все мокрое. И вот это вот мокрое, если вы вот пальцем проведете, здесь конденсат постоянно 2 сантиметра по периметру, вот практически, ну вот от середины и ниже окна. Постоянно все мокрое. Радиатор тоже на полную открыт. Слышите? Да, просто звук. Звук пустоты. Да, я знаю. Соответственно, там воздух, должна быть хотя бы пена там, либо может цемент. Вот здесь углы все тоже заклеены, они все мокнут в октябре, когда пошли дожди, они все вот так вот мокрые, мокли. Потом, когда у нас в ноябре были первые морозы-то сильно, вот по 17 градусов по ночам, это все, естественно, тут были морозные вот эти узоры. Потом это все произошло, вот теперь это все начало отваливаться, то есть там уже такие прямо дырочки такие ощутимые. Да, здесь все равно не теплый по такой нему. Ну вот я вот сюда положил руку и просто чувствую, что мне некомфортно. Даже несмотря на то, что он вот так вот заклеен, он все равно холодный. То есть цветы у меня все равно, я во всяком случае по цветам вижу, что они здесь мерзнут. Радиатор включен. Пятерочка, да. Пятерочка. И обогреватель вот всегда. Кстати, я скажу, что у вас радиаторы такие теплые, не сказать, что они горячие. Они не горячие. Они абсолютно не горячие. Причем даже в мороз, вот когда было 30, они не были горячие, они вот всегда вот такие. И у нас еще, если смотреть по счетчику, очень маленький расход литров в час на три радиатора. То есть мне уже два инженера сказали, что это должно быть где-то 150-200 литров, у нас 60. Как это увеличить, ну мы не знаем. 16,5 градусов уже, вот от отчаяния у нас просто был кусок, что это, звукоизоляция, наверное, даже. Мы уже просто прилепили, да, чтобы просто, а и вот розеточка, свет на лоджию, мы уже сняли выключатель, там все подзасиликонили и просто заклеили скотчем. А для чего подзасиликонили? Дуло. Дуло? Очень сильно. Причем вот даже вот на таком расстоянии руку ты прикладываешь, ледяной воздух оттуда идет, там сквозная дыра туда, она ничем не запенена, никаким не раствором, не пеной, вообще ничем. Просто получается дырка, которая закрыта розеткой. Да, просто коробка туда вставлена розеточная и все, то есть и выключатель. И вот здесь, а вот, кстати, вот вам, пожалуйста, у клапана тоже лед. А тут не то, что тут все во льду, как в холодильнике. Он закрыт. Снять этот клапан нельзя, потому что там, где он стоит, срезан уплотнитель, то есть надо полностью поменять весь уплотнитель. В более теплую температуру ты, когда открываешь балконную дверь, на тебя все время дождь, вот там конденсат тоже скапливается и тебе на голову всегда капает вода. Где, на окне или на потолке? Нет, на раме, на раме, вот между дверью и вот этой верхней рамой скапливается конденсат, ты дверь открываешь и несколько капель на тебя всегда падает. Ну вот, а вот-вот течет, вот прямо сейчас течет, вот могло. Нет, ну это, а, слушайте, да, мокрый палец чувствуется. Просто все, что вот это было в конденсате, оно просто сейчас все замерзло, а так это обычно мокрое. 3 ноября я оставляла заявку УК на продувание окон. Через несколько дней мне позвонил сотрудник УК, я ему подробненько по телефону все рассказала, какие симптомы, как это все выглядит. Он такой, это, застройщику я все передам. Я такая, окей. Прошло, наверное, месяца-полтора. Мне звонят от застройщика кто-то. Такие, мы типа вот готовы прямо сейчас прийти. Я говорю, отлично, я говорю, я на работе. Вот, в итоге договорились на субботу. Они пришли в субботу с порога, значит, на хамиле. И то, что вот откосы мокрые вот здесь, мокрые. Андрей, знаете почему? Нет. Я вам сейчас расскажу. Это потому, что монолитные стены, они мокрые, они просыхают и влагу выделяют на откосы окон. Вы что, ничего себе. Я когда это услышала, я, короче, давно такого отборного бреда, ну, как бы мне не пытались на уши повесить. А вот это все мокрое, это потому, что у меня цветы в горшках, из них выделяется влага, и поэтому у вас течет все окно. То есть течет просто литрами. Где-то я уже это слышал. Да. То есть еще одной моей соседке из третьей... А знаете, еще из-за чего у вас проблема? Вы очень часто дышите. А, да, вот мы, я тоже самое говорю, мы тоже, в общем-то, дышим, влагу выделяем. Может, нам просто не приходить в квартиру, и не будет проблем. Вот. Соседке моей в этом корпусе, в другой парадной, сказали, она когда вызвала тоже на окна, и ей сказали, что вы халявщица, вы окна хотите на халяву сделать. То есть человек заплатил энное количество миллионов за квартиру, а ему говорят, что ты халявщик, ты хочешь на халяву сделать окна. Вот. И все, они в итоге с порога, они даже до окон не дошли. Они отхамились, и таки мы пошли. Я такая, ну, окей, ну а что я могу сделать? Я же не могу их задерживать, да? И все, и это было где-то в первой половине декабря, числа 7-8, наверное, что-то такое. И все, с тех пор еще полная тишина. А, и замечания из смотрового листа при приемке с 21 августа так не устранили до конца. Ну, вы же видите, вот стекла. Да, ну да, пометки виды, да. Все, это все так и есть. То есть ничего не... Ты до сих пор стекл пакеты даже не заказали. Да, да. Мне некоторые говорят, что их надо пинать, к ним надо ходить в рабочее время. Я говорю, ребята, когда они рабочие, ну, у них рабочее время меньше, чем у меня. Я говорю, когда они работают, я говорю, я тоже работаю. Я, то есть, один раз заплатила в ДДУ за квартиру, денег отдала, да. А потом я должна еще потерять деньги на работе, проситься, чтобы прийти к ним ногами, чтобы вот выпросить вот это вот все, чтобы мне заменили. Но это тоже очень странная политика. Если бы я могла, может, время бы имела, да. Я бы, может быть, и ходила. А так, вот так. Неприятненько. Ну, да, да. Ну, вот вторая квартира, там у ребят, у первых, там вообще, вот, я проходил бы секунду, у меня ноги околели. У них там по стыкам, она мне, да, у них второй этаж, по-моему, да, и у них там очень холодно. Очень холодно. Я с ней переписывалась, у нее еще ребенок один маленький, там, практически новорожденный. Ну, да, 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 я не знаю, как он там будет ползать. Ему, да, она уже тоже говорила, что мне его по-хорошему, она говорит, уже надо на пол спускать, чтобы он ползал, учился, тренировал. Ну, там матус замерзнет, там трендеет. Нельзя, да. Так вот, я здесь стою, вот я... У вас очень холодно здесь. И я чувствую все равно, что от окна дует. Ну, вот мы вот стоим, я чувствую, что у меня вот начинают коленки замерзать. Мы даже в теплой комнате, знаете, до смешного, у меня лежит шарф снут, и мы, когда смотрим телевизор, я его одеваю, потому что вот с окна в эту сторону, как бы, поддувает, скажем так. Не прям сносит ветром, ну, поддувает, в шарфе комфортнее. То есть, ну, вот, следующим летом буду менять окна. Все. За свой счет. А вы, Елена, по этим недостаткам обращались куда-нибудь? Да, я обратилась в фирму, которая занимается защитой прав тольщиков, наверное, можно сказать, да, получивших квартиры. Мы приходил эксперт, делали экспертизу по квартире. Есть у вас экспертиза? Да, экспертиза есть. Вот я вам выводы сейчас прочту. Квартира, расположенная по такому-то адресу, не соответствует требованиям строительных норм и правил, условиям договора долевого участия. Также выявленные недостатки являются устранимыми во время произведения ремонта. И стоимость... Озвучивает, да? Да, давайте. Стоимость устранения некачественно выполненных строительных работ в данной квартире составила 1 миллион 117 тысяч 733 рубля. Это прилично. Ну, да, да. То есть мы сделали экспертизу, я составила доверенность, написала на представлять мои интересы в суде. То есть вы сейчас будете уже иск проявлять застройщику? Конечно, потому что у меня нету возможности бегать за укашниками или за застройщиком, представителем упрашивать, чтобы мне вот это все заменили. Плюс, как показывает практика по соседям, они, если что-то устраняют, то делают это очень часто просто некачественно. Вот как раз квартира, в которой вы до этого были, с девушкой общалась, она говорит, дважды или трижды там это все делали, толку никакого. Как было холодно, так и есть. То есть здесь, грубо говоря, если люди уже один раз делали брак, зачем мне этих же людей вызывать и делать это повторно? Я уже тогда обращусь в какую-то другую оконную фирму, которая мне сделает качественные стеклопакеты и качественно их установит. Ну, да я согласен, да, с вами. Да. Я, наверное, так же поступил бы. И вот эти дыры, которые вот у всех запенивают, мне что-то подсказывает, что их вот такие вот большие, надо не пенить, а надо вообще смесью закладывать цементной и пенить там, ну, остаточки немножко, челки маленькие. Нет, но запенивают обычно вот этот шов, который между, получается, окном и стенкой, его запенивают. Там даже есть норматив, по которому там должно быть подлинное расстояние. Людям пенят вот так, и вот до низа, и снизу еще вот такую дыру, это все просто пеной закидывают. И, ну, мне вот кажется, это должно быть заложено цементно-песчаной смесью. Ну, естественно, да. ЦПС-кой, да, и запенивают уже именно, когда вы окно ставите. Потому что я на прошлой квартире, когда ставила окно, мне установщик так и сказал, окно не должно держаться на пене, оно должно держаться в стене, а пена просто небольшие вот эти вот по периметру отверстия заполняет собой. И, опять же, пена должна быть зимняя, сейчас мороз, они какую принесут, я не знаю. Ну, учитывая халатные отношения, да, ко всему, как бы, я уже понимаю, что ничего качественного тут делать не будут. Еще по витражному тоже вопрос, потому что некоторые говорили, что кто снимал вот эти вот декоративные вот эти вот металлические штуки. Улицы, да. Да, да, там тоже атмосфера вот как бы вот такая, и что. Но витраж холодный, его там можно просто пеной задуть, чтобы чуть-чуть, может, потеплее, поменьше дуло. Но он холодный, видите, у вас там теплее не будет, а он, скорее всего, просто закрыто для того, чтобы влага не попадала и все. Да, ну, здесь сугроб все равно в решетку наметает, но это вот в эту решетку, да. А, ну, это, да, возможно, потому что это же, чтобы воздух сюда заходил. Да, да. Потому что если здесь будет все закрыто, то у вас сюда не будет заходить воздух. У вас же кив здесь тоже где-то есть? Нет, здесь кива нет. А, здесь нет, да? Да, здесь вот клапан они, видимо, имели в виду вместо кива. Ну, наверное. Который весь во льду. Ну, вот. Хотите тоже рассказать про свой дом, про какие-то особенности, поделиться своим мнением, положительным, либо отрицательным, вы можете написать в мой Телеграм. Для этого я специально оставил ссылку в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А я говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok